Ты не можешь спасти всех. Я прекрасно знаю, что такое жертва. Нет, что такое потеря. Ты знаешь, жертва это твой выбор. Потеря это выбор за тебя. Я не могу выбрать для него смерть, Конрад. Всем привет, дорогие друзья и любимые подписчики. С вами снова Гидеон. Мы продолжаем проходить Tomb Raider в этой части. После того, как наша надежда на спасение пилотами с самолета, который в общем-то упал, растаяла просто на глазах. И даже единственный пилот, который приземлился на парашюте, его тут же убила какая-то сволочь. Как же я его дико ненавижу. Ну а теперь мы продолжаем двигаться дальше и наша теперь миссия вернуться к роту. Ну вот, отличное начало. Отличное начало. Ну что ж такое, прицелился ему в башку. На тебе. И освободились. Фу. Неплохо, неплохо, неплохое начало. Веревка, новое снаряжение. Итак, что же мы сделаем? Давай, Лара, придумай что-нибудь. Возьмите СКМ, чтобы выстрелить. Ааа, так вот зачем нам эти штуки. Вот зачем нам эти штуки. Вот зачем они нам. Дорогие друзья, вот зачем они нам. Все просто. Итак, теперь мы возьмем лук. О нет, только не коктейли молотова. Что же это такое? Сволочь, сдохни. На тебе еще раз. Фу, а динамит-то он куда уронил? Похоже, куда-то вниз. Ик, отлично. Свободен. И еще один. Превосходно. Давайте теперь комету выпустим. Комета. Ха, классно. Раз. Ааа, мы сдергиваем просто вот эти укрытия, балки, перекрытия. Все что угодно. Ну да, они действительно повысили, повысили ли возможность использовать лук. Всякие новые возможности добавили. Это действительно классно. Так, мы набрали достаточно запчастей на то, чтобы сделать что-нибудь новенькое. Давайте я возьму пистолетик наш. С ним мне как-то поспокойнее все-таки. О, ловушки для крабов или что это? Так, там ящик. Давайте-ка его возьмем. Отлично. Что мы нашли? Не знаю. Наверное, это тайник с пищей или как-то так называется. Что там внизу? Так, надо быть аккуратным. А то вдруг тут еще какие-нибудь крокодилы водятся. У меня с ними плохие отношения. Очень плохие отношения. А. Приходится все равно лук выбирать, потому что жалко все-таки, но из любого оружия нельзя воспользоваться, например, кометой, как я бы хотел. Такс. Надо как-то переправиться. Но Лара вряд ли зацепится за вот эти веревки. А, я знаю. Ну-ка. Подтянем его. Отлично. Зацепились. Вот, вот оно как это работает. Раскачиваем эту штуку и зацепляемся. Так, хорошо. Здесь так. Туда нам не надо, да? В эту бочку с порохом или что? Наверное, это простые бочки, никакого смысла не несущие, так сказать. Такс. Подберем всякую полезную штучку. Вот, давайте-ка в тот домик залезем. Я думаю, там какой-нибудь артефактик будет или что-нибудь типа того. Очень на это надеюсь. А, нет. Здесь просто запчасти. Ну, тоже неплохо. Всегда у нас есть... Случайно зажег факел. Всегда есть возможность найти какой-нибудь новый предмет интересный. Собираю вот эти запчасти из ящичков. Так. Ага. Ну-ка, давайте-ка. Ну, лук, я сказал, возьми. Вот так. И... Ам. Ну, в общем, ничего особенного не случилось. Так, а если эту потянуть? Нет, тоже ничего не произошло. Так. Ну, давайте здесь изучать. Изучать территорию потихонечку. Искать всякие нычки. Конечно, они здесь должны быть. Веревочные мосты. А, вот оно что. Вот оно что. Вот, вот оно. Все больше приобретает смысл вот эти вот веревки, которые намотаны здесь. Ну, безусловно, они являются маркерами, как я и думал. Как я и говорил еще раньше. Потому что слишком они уж заметны. Честно. Слишком они выделяются. Яркие, белые, новые такие. Так. Ам. Сможем ли мы сделать мост вот туда? Вот у меня в чем вопрос. Хм. Кстати, а мы... Вниз, наверное, нельзя падать. Иначе нас ждет гибель. Ладно, бог с ним, с этим домиком там наверху. Хотя, мне кажется, все равно можно было рядом со столбиком пустить комету туда, и мы бы зацепились. Ну, ладно. Не хочется мне гибнуть лишний раз. Еще много домиков нас ждет впереди. Здесь только стрелы, которые нам уже изрядно набили оскомину. Да, как же она дверь-то вырывает. Слушайте, ну, конечно, странно все это, потому что стрела, неужели она так хорошо втыкается, что может вырвать целую дверь? То есть, хватит у нее силы закрепления? Воу. Для того, чтобы вырвать целую дверь. О, привет. Как я рада, что ты на ногах. Я тоже девочка. Не понимаю, все было в порядке, и вдруг налетела буря просто ниоткуда. Ты ни в чем не виновата. Это я их вызвала, Рот. Эй, мы найдем другой способ. Дэй, Мэйдэй, Мэйдэй, говорит второй пилот. Еще один пилот. Капитан 77А, Джессоп. Прием, прием. Вы меня слышите? Я сильно пострадал при приземлении. Мне срочно нужна помощь. Капитан Джессоп, вы меня слышите? Я подал дымовой сигнал, ответьте. Черт, он меня не слышит. Нужно идти к нему. Нет. Вон его сигнал. У нас своих забот хватает. Мы должны собраться, когда найдется Сэмми. Я не могу бросить его одного. Я должна идти к нему. Иногда нужно чем-то пожертвовать, Лара. Ты не можешь спасти всех. Я прекрасно знаю, что такое жертва. Нет. Что такое потеря? Ты знаешь, жертва это твой выбор. Потеря это выбор за тебя. Я не могу выбрать для него смерть, Конрад. Молодец, Лара. Одобряю. Целиком и полностью одобряю. Давайте зайдем в лагерь. У нас есть одно очко навыков. Кстати, мы можем совершить быстрый переход. Интересно, смогу ли я вернуться к тому, веселому лагерю возле вышки. Как бы нам его найти, интересно. А это что? А, это куда нам нужно? Ммм. Это что, костер какой-то? Горная деревня. Это все горная деревня. Дорога к базе. Крестности базы. Комната с картой. Радиовышка. А, радиовышка, да, вот. Можем туда, в принципе, даже перенестись. Защищенный уступ. Это... А, это самое начало. А мы вот сейчас здесь. Понятно. Ну, будем вот так исследовать остров потихонечку. Эм. Итак, давайте выйдем отсюда. Зайдем в снаряжение. Хотя нет, я хочу все-таки совершить быстрый переход вот туда, на вышку. Потому что... Ну-ка, давайте-ка перейдем. Просто вообще интересно посмотреть, как это все происходит. Просто загрузка, наверное, мы там появимся. Суть в том, что просто я в тот лагерь не заходил. А, как мы знаем, мы заходим в лагерь, и она начинает как-то диалог свой читать. И... Ну, вернее, монолог. Ну... Как видите, да, видимо, она читает в ближайшем лагере после, так сказать, ближайшего события. Давайте вернемся... Подождите. Ну да, вот нам сюда. Здесь у нас как раз миссии помечено. Очень удобно. Видимо, она читает просто в ближайшем лагере после, так сказать, события, которое произошло. Как бы комментирует его. Так, давайте выучим очко навыков. То есть используем его, применим куда-нибудь. Так, что у нас открылось? В выживании у нас открылось многое. Увеличивает скорость лаза, не уменьшает урон от падения. Полезная вещь. Лучше ориентируясь в пространстве, способна видеть то, что другие не заметят. Ха, интересно. И картография. Ну, картография требует чрезвычайно многого количества очков. Точнее, два. Два это много, действительно. Получайте больше опыта за искусное убийство противников. Ну, искусно у меня не всегда получается убивать противников. Зато вот тяжеловес. Еще больше боеприпасов. Конечно, я это выучу. Конечно, это самое пока что полезное из всего, что можно сделать. Запчастей нам не хватит на апгрейд, поэтому давайте отправляться дальше. Все-таки надо спасти этого парня. Очень жалко, что он там. И Лара просто молодец, что выбрала именно такое решение. Приняла. Сделала такой выбор. Так. Спускаемся потихонечку. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Слушайте, это какие-то... Это уже какие-то долбанные ниндзя. Итак. Ага, вот у нас что. Что за черт? Давай-давай-давай, парнишка. Нет, не к тебе. Не к тебе. Не к тебе. Никому не к тебе. Все? Отлично. Ху. Во, два из двух. Я здесь, Рейс. Что там у вас? Мы шли по чьим-то следам и добрались до города. Рот. Это странное место. Чем они здесь занимаются? Не знаю. Да и знать не хочу. Вы нашли Сэмми и Утмена. Пока нет. Лара с тобой? Да. Скоро мы начнем спускаться с горы, чтобы встретиться с вами. Ладно. Мы попробуем подойти ближе. Будь на связи. Так, что-то я не пойму. Вы тоже это видите? Раз. Нет. Раз. Есть. Ам. И как нам до книжки добраться? Нелегкая задача. Может как-нибудь эту штуку можно с колейми разрубить? Или разломать? Ну ладно. Давайте сначала откроем ящик. Открытое достижение антиквар. Ха. Мы собирали. Мы приняли в японском траволечении. Компо. Хм. Похоже пузырек не открывали уже много лет. Да. Что-то тут интересное накопилось. За столько лет. Эм. Да. Там книжечка у нас есть. Я бы... Блин. Очень хочу ее прочитать. Ну видите? А? Ха. Глаз видят да зуб не имят. Как бы нам туда все-таки пробраться-то, а? За эту решеточку. Ох. Как же мне хочется туда пройти. Но, видимо, не получится. Пока мы не получим нужного снаряжения, чтобы ломать вот эти штуки или сжигать их. Я уж не знаю, честно. Так. Ну давайте двигаться дальше потихонечку. Этих троих уродов мы убрали. Довольно неплохо. Они сейчас, конечно, набегут сюда. Просто набегут, потому что здесь самолет. Ага. Всякие классные штуки с него можно попритыривать. Как крысы прямо. Как крысы. Хорошо, что после того, как мы стреляем из лука, нас не слышат все на свете вообще. Потому что... Слушайте, я не помню, где в кризисе, что ли, такое. Или в Far Cry уж точно. Я уж не помню. Но... Три из десяти статуи освещено. Ну, неплохо. Так. А где дым-то? Дым рядом с парашютом был. А где парашют, собственно, я что-то не вижу. Внизу, что ли, где-то? Ладно, уже очень тут большая территория. Так. О, кролик. Ладно, бог с ним, с кроликом. Давайте спускаться. А, нам нужно, наверное, на телегу на эту залезть. Опа! Ух ты! Еще не все там прогорело, я смотрю. Так, вон он, вон, вон, куда нам нужно. Я думаю, нижние территории мы потом... Потом исследуем. Да, сигнал-то мы видим, Лар. Все в порядке. Давай поскорее до него доберемся и спасем этого парня. Я очень надеюсь, что у нас получится его спасти. И все не зря. Потому что первого мы просто профукали. Почему же она не выстрелила в этого чувака? Ведь могла бы этого избежать всего полностью. И был бы он жив. Все было бы в порядке. Выстрелил в спину. Пора возвращаться. Заткнись. Дай мне закончить. Ииии... Ну что, закончил? Давайте скорее, скорее, скорее. Ха-ха. Отлично. Это последний раз когда-то отливал в своей жизни говнюк. Фуууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу как мне кажется. Того ещё чувака нужно спалить. То есть запалить. Ладно, давайте сначала двигаться по миссии. Я очень хочу спасти этого пилота, потому что мне его действительно жалко, так же, как и Ларе. А потом оказались бы мы в такой ситуации, представляете? Кто-то нас слышал, но не хочет спасать. Почему? Потому что он, ой, нет, нужно чем-то пожертвовать. Лара, и там какие-то философские, псевдофилософские речи начал разводить. Бредняк всякий. Тебя-то, небось бы... Когда тебя Лара спасала, ты так не говорил. Ух ты, тайная гробница рядом. Ну, давайте обязательно расхитим её. Расхитим её, это точно. Классно, что Лара теперь сама зажигает факел. Хотя нам и надо спасти этого парня, но гробничку надо расхитить. Вдруг потом будет какая-нибудь заставочка, и мы её не расхитим. А мы же играем в какую игру? Лара Крофт расхитит у нас гробниц? Конечно. Поэтому придётся расхищать. Так уж нас обязала профессия. Первым делом расхищение. Слушайте, я слышу шум, то есть там какой-то... какой-то водопад, что ли? К какому-то водопаду мы приближаемся. О, какие тут амфоры интересные. Давай, проходим, Лар, не стоим. Ох, какие рисунки, какие... Какая гравировка, как всё выдолблено в этих стенах. О, прекрасно. И да! Какой же ветер-то тут стоит? Слушайте! Тайная гробница, зал вознесения. Так, круто. Мне нравится. Мне нравится. Мне очень хочется посмотреть, что же там будет. Хотя, наверное, в конце это будет то же самое, собственно, как и всегда. Давайте зажжём. Здесь котелок запалим. Рекурсивный лук! Вот, вот что мы собрали, дорогие друзья. Модификация оружия, самодельный лук. В рекурсивный лук модификация оружия не отменяет предыдущей модификации. Класс! И да, мы его сделали. Давайте посмотрим, что мы сможем улучшить в нашем рекурсивном луке. Ох, какие у нас улучшения, вы посмотрите. Какой он классный стал, а? И верёвочка-то у нас какая-то очёная бечёвка. И стрелы-то какие у нас красивые, а? А какая резьба! Загляденье! Итак, у нас всё выучено. Комета, да. Вот у нас что не сделано. Релиз плюс. Самодельный релиз из брелока для ключей увеличивает скорострельность. О-о-о, неплохо. А, она как-то пальцем, что ли, зацепляет, видимо, его. Наверное. Давайте-ка сделаем. О, прекрасно. Просто превосходно. Ну и... Всё, у нас здесь больше запчастей-то ни на что не хватит, навыков нет. Поэтому давайте дальше двигаться и расхищать данную гробницу. Слушайте, мне кажется, этот ветер будет нас сдувать весьма... Когда-то это было части, не мотая. Весьма неплохо. Красота! Да, вы посмотрите, какие тут... Какие... Какая-то тут, я не знаю... Мастерская вроде бы. Старая. Если я не ошибаюсь. Ох, ну и ветрище же тут дует, а? Ну-ка, давайте-ка, давайте. А, наверное, этим ветром нам придётся и как раз и воспользоваться. А, недолго держится-то ставни. Ставни недолго, наверное, держатся. Наверное, скоро откроются. Да, как я и говорил. Совсем недолго. Надо этим как-то воспользоваться. Так, зачем нам эту штукенцию? О, о, вот она зачем! Вот она зачем, дорогие мои! Вот зачем она нужна? Эту штуку сдувают туда. Для чего? Ага, её сдувают туда и... Так, ладно, давайте закроем ставни. Ещё разочек. Закрываем, 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 закрываем. Теперь бежим туда. Бежим, 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 бежим. Теперь поворачиваем эту штуку. Давай, 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 Лара. Давай, пока что только половина ставни не открылась. И мы запрыгиваем сюда. И, наверное, ждём. Ждём, пока эту штуку сдует, да, я насколько понимаю? Чтобы мы могли... Давай! Ах ты, что ж такое? Подождите. Подождите, её должно сдуть было туда вместе с нами. Разве нет? Странно. Что-то не то. Давайте ещё раз закроем эти ставни. А, нет, надо с этой стороны именно. Здесь у нас колесо. Я думал, мы будем ждать. Постоим. Эти ставни закроются. А, может быть. Может быть. Может быть, может быть. Может быть. Так, а что у нас здесь? Зачем вообще вот эта штукенция нужна? Мы не можем. Мы не можем. Ещё раз. Что же не то-то, а? Что-то не то. Подождите. Сейчас. Надо немножко обмозговать это дело. Может, тут что-то ещё есть? Так, нет. Вот действующие предметы у нас отметились. Давайте сначала я подниму. Сначала я подниму её. Наверх. Почему-то вот эта верёвка, она всё время спускается. Спускается всё время вниз. Мы её как-то поднимаем, а она всё равно падает. Наверное, знаете что? Сейчас откроется нижняя ставня. Я начну поднимать её, чтобы она как можно дольше продержалась. В воздухе. И сейчас как раз. Вот оно. Вот оно, да. Йес. Точно. Точно. Тут ещё, конечно, нужно было соблюдать время опускания вот этой, так сказать, платформочки. С которой мы прыгали. Ну давай, ладно, перелезай уже. Вот так. Вот так. Вот так. Ага. Перепрыгнуть. Перепрыгнули. И ещё разочек. Прекрасно, прекрасно. Красиво. Может, это была часть большого комплекса? Да, действительно, красиво. Везде свечи. Слушайте, и вот это, конечно, тоже очень потешно. Смотрите, свечи горят. Ну и кто их поджигает, а? Что-то приходит какой-то чувак, чтобы поджигать тысячи свечей, чтобы они вот здесь горели. Или это суперсвечи, которые здесь горят всю жизнь. Я, конечно, понимаю, это добавляет красоты, шарма и вообще всего. Но, ну в самом-то деле. Такого не бывает. Сейчас что-нибудь оттуда схватит, как всегда, сводит в кармашек и всего. А все остальные сокровища оставят на месте. О, мы улучшение пистолета еще собираем. Прекрасно. Только не говорите мне, что мы нашли эту часть от пистолета в гробнице. Это несерьезно. Наверное, так просто совпало. Я не знаю. Ух ты, какая лошадь. Ёлки-палки, а? Это же самое настоящее сокровище, которое место в музее. Но да, нам не до этого. Лара хватает, как всегда, какую-то маленькую штучку и оставляет все на месте, как я говорил уже. Так. У нас очко навыков-то вроде не было, я не помню точно. Вроде не было. Давайте возвращаться к спасению нашего пилотца. Который, наверное, уже совсем близко. Смотрите, какой лук красивый стал. А! Заглядение. Просто заглядение. Ну, вообще, конечно, чтобы вот тот лук из трех палок превратить вот в такой резной лук, это невозможно. Потому что, то есть, это как бы новый лук получается совершенно. Совершенно переделанный лук. А тот она, считайте, выкинула. Ну, может, и тиву оставила, я не знаю. Карта обновлена. Нажмите тап, чтобы изучить новые места на карте. Что-то у нас тут какие-то артефакты. Тайнички. А двигаться нам надо вот сюда. Ладно, давайте двигаться потихонечку к нашему пилоту. Везде штыри какие-то, везде какие-то железки. Инстинкт выживания. Ну, да, спасибо. Двигаться нам нужно прямо вот туда. Ну, так просто мы туда, конечно, не попадем. А, надо нам... Так, где наш лук? Ага. Лука. А сможем мы еще одну привязать? Вот что меня интересует. О, прекрасно. А-а-а. Ну, что ж ты со мной делаешь-то, Лара, а? Посмотрите, нельзя больше одной веревки прицепить к одному столбику. Ну, глупо, а? Ну, в самом деле, ну что это? Ну что, нельзя вторую веревку навязать? Ну, несерьезно, конечно. Ну, что и говорить, честно скажу. Давай, поджигай. Поджигай, поджигай. Вот так. Так, потушим эту штуку. Так, а мы что, наверх залезть не можем? Мы не можем залезть наверх. Странно. Тут, наверное, я прыгать не буду, потому что это очень опасно. Можно сорваться и полететь далеко и надолго. Так, зацепиться нам можно разве что вот здесь. Спуститься вниз. Смотрите-ка, яички. Я вот боюсь, что сейчас... Как бы нам этого кондора не схлопотать в голову. Который будет охранять эти яйца орлиные. Или кто тут у нас? Ну, конечно, орлы. Кто еще тут селится на такой высоте? Залезаем. Не, я все-таки хочу... О, дневничок. Почитаем. Пришло время покинуть этот проклятый остров. Да, слишком много сверхъестественного творилось на этом острове. Действительно. Давайте двигаться, как всегда, дальше. Не стоим на месте. Так. Поднимаемся, забираемся наверх. Забираемся наверх. Смотрим, что у нас здесь. А, еще один столбик. Слушайте, мы тут, как Человек-паук, все паутиной обвили. Все тут посплели. Как бы нам все-таки вот те яички забрать. Слушайте, меня они не дают покоя. А, надо было просто вниз спуститься. Ну, можно, конечно. Так. Ну-ка, ну-ка. Тайничок. Тайничок, это хорошо. Давайте перебираться на ту сторону. Заберем тайничок. И посмотрим. Посмотрим, что в нем. Ну, как всегда, какой-нибудь артефактик небольшой. Мне интересно, вот там вот значки снайпера. Что осмотреть? Ну-ка, ну-ка. А, смотрите-ка. Нашли тайничок 4 из 15. Набор пополнен. Слушайте, я не перепрыгну на ту сторону. Ну, точно не перепрыгну. А мы не зажгли там этого Будду? Нет, не зажгли. Как же нам туда перебираться? Ммм. Как бы нам туда перебираться? Давайте, знаете что? Я запрыгну на веревку. Слушайте, а я дотянусь вообще до нее теперь? А как мне отсюда выбраться? Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ладно. Давайте я попробую туда перепрыгнуть. И-и-и-и-и. Прыжок в бесконечность. Ха-ха-ха. Хорошо. Так. А зачем я туда лезу? Давайте вниз спустимся. Давайте вниз спустимся. Ой, ну тут мы все, конечно, и свили. Ну тут мы все и сплели. Ну и сплели. Так, залезем сейчас, наверное, наверх. Я спущусь и посмотрю, что она с этими яйцами будет делать. Может съест. Вообще она, конечно, здесь не кушает. Ну, по идее, конечно, что мы можем так предполагать, что она, в общем, хавает, когда попадает в лагерь. О, ну-ка. Разоритель гнезд. Ха-ха. Разоритель гнезд. Это забавно. Так, одна из пяти яиц украдена. Так, теперь я хочу добраться вон до той... Вот. А, давайте-ка я отсюда вот попробую луком дострелить. А, не дострелит она. Нет, не дострелит. К сожалению, не дострелит. Как же туда можно добраться? Наверное... А, вот. Давайте сейчас вот так попробуем. Вот с той верхней я попробую съехать вниз. Да, человек-паук отдыхает, конечно. Потеха. Вот так. Вот примерно так я и хотел. Чтобы нам попасть к тому дневничку. Вообще, куда ведет эта... Куда ведет эта дорога? Ну-ка, что у нас здесь? Подождите-ка. А-а-а. Вот где мы оказались. Вот где мы оказались. Все понятно. Ну-ка, а если туда пойти? Холодная, наверное. Рана у нас не залеченная. Вода холодная. Да, Лар? Конечно. Настоящие героинии никогда дырки в животе не залечивают. Зачем им это надо? Они слишком круты для этого. Они лечат только здоровых мужиков. Ну-ка, что мы найдем? Кто-то часто рассматривал эту фотографию. Ее постоянно складывали и раскладывали. Вот мы и нашли вторую часть, так сказать, из военного прошлого. Себе наколки делают эти военные там, морпехи и прочее. Сэмперфида, Сэмперфилис. Ну, как-то так. Может, даже сокращенно как-то. Ну, суть, в общем, в одном. Так, еще мы статуи осветили. Так, а там у нас что? О, еще одна книжечка. Еще одна книжечка. Ну, что же, дорогие друзья, надо, наверное, на этом закончить, потому что время серии совсем затянулось. Продолжим мы уже в следующей части. Надеюсь, вам понравилось. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, вступайте в группу ВКонтакте. И советуйте друзьям. Всем спасибо. И до следующей миссии. Субтитры сделал DimaTorzok